друзья мои всем привет хочу сегодня сделать обзор маленькой спаренки где у меня сейчас кабинетик я снимал уже обзор гостиной с цветами в общем интерьер в цветах и продолжаю следующей комнаты снимать в прошлом году я делал такие съемки но это уже было давно у меня уже много чего изменилось поменялось поэтому вот заново хочу обновить обзоры своей цветочной квартиры я стою сейчас около входной двери комнатка это маленькая она где-то 9 всего метров и по левую сторону стоит угловой диван над диваном две полки на одной полочке у меня живут гномики и маленькие сцены они растут очень медленно так что у меня все надежды на лето надеюсь что за лето они все-таки подрастут и станут более заметными из горшков выглядывать начнут на той верхней полке у меня цисус две мелкие традисканции но и какие-то паршивенькие что-то не между разонравились я их наверное вообще уберу и синги обычные сингониумы зеленые и какой-то там немножечко с разводами светленькими полки висят высоко полки не очень широкие в принципе они когда вот на диване сидишь или спишь они никак не давят ни в коем случае в общем нет ощущения что что-то утяжеляется что что-то на тебя упадет может быть конечно это я привыкла но не знаю мне кажется они очень высоко и они совсем даже не то не давит на голову на окошке как висели традисканции так и висят ну и плюс я еще повесила висят вот видите у меня белые плошки тарелки и в них стоят стаканчики пластиковые с отростками это маленькие хойки у меня в спальне все хой висят в другой а там нет уже места для этих вот малышей поэтому я решил их здесь пока оставить ну а по мере того как они подрастут и переедут в маленькие горшочки не знаю оставлю я здесь или куда-то перевешу в принципе пока не маленькие в маленьких горшочках будут они будут легкими не будут здесь мешать можно будет и здесь оставить но это будет видно может быть от каких-то традисканций избавлюсь ахуи повешу то есть можно будет убрать отсюда часть традисканции те кто знают что у меня все подоконники заняты суккулентами ну кактус и суккулент у меня всегда на окнах и и для тех кто помнит и спросит куда делась здесь лавочка у меня друзья стояла так на подоконнике стояли маленькие горшочки с кактусом с суккулентами и стояла еще лавочка дополнительно и на лавочке в общем в два яруса распределялись цветы так как я часть кактусов своих отдала и сегодня я решила суккуленты сгруппировать я перебрала все суккуленты пустые горшочки какие были там выкинула какие были садики уже такие плохие лысые я все рассадила есть горшки с суккулентами которые уже приличных размеров я их омолаживать не стала я их просто отнесла на балкон пока ну там был у меня местечко я полку одну освобождала для гибискусов но пока гибискусы не покупала новое место есть в общем я кое-что на балкон отнесла а здесь решила вообще лавочку убрать и решила принести сюда вот с кухни что это у меня есть аквариум с тела инсиме и вот этот поднос с суккулентами это у меня на кухне стояла а когда я буду снимать обзор кухни я вам покажу что там у меня поменялось и я решила что не хочу я здесь лавочку не хочу я здесь два этажа я решила оставить вот так аквариум с тела инсиме это атмосферные тела инсии друзья мне их наверное уже нужно купать время по моему уже много прошло после предыдущего купания здесь вот у меня лиды бури и суккуленты тела инсия вот эта большая и на подоконник я поставила в основном здесь у меня толстянки вот такая вот варигатная беленькая адрамискус толстянка это церапегия вся у меня лысая не знаю пойдет прошлый год она цвела не цвела у меня не умолкая в этом году вся лысый стоит надо уже начать наркормить тоже толстянка толстянка лиды бурия а лайка ай хризон ну и вот этот вот садик этот садик я разбирать не стала мне он пока нравится поэтому я решила что он пусть будет ложка немного свисает с подоконника но она не падает потому что большая часть на подоконнике и в принципе мне она не мешает пока стоит так все у меня вот в общем когда я что-то меняю переставляю всегда так становится более как-то интересно более как-то живо светло и вот за счет того что нет лавочки нет загромождений на ней как-то вот сейчас вот интересно смотрится окно по моим ощущениям традисканцы надо еще прищипывать не хочу чтобы они сильно свисали вытягивались я их периодически прищипываю надо еще прищипить вот та зелененькая какая веселенькая я ее тоже уже отрезала подсаживала и она все равно вон растет еще везде в разные стороны вон ветка длинная но это хорошо так а это вот розовенькая тоже надо уже вот отрезать укоренить и к ней подсадить справа от окна как раз мое рабочее место под стол вон я засунул свои ящики с пряжей с вязанием и на этих двух полочках у меня тоже небольшие перестановки так как вот на верхней полке сейчас вы видите стоит полисцеаз ажурный справа дальше идут шифлерки фикус пумила и хидера вот эти цветы у меня стояли раньше наоборот были вверх на низу низ наверху сейчас я поменяла местами почему потому что вот те шифлерки и полисцеаз уже упирались сюда вот в лампу и я побоялась что им уже там плохо и от лампы могут погореть и я поменяла местами подняла вот их наверх у них есть теперь место им там посвободнее посветлее есть место куда расти куда тянутся а сциндапсус и здесь хорошо и замечательно себя чувствует тем более что я им опоры никакие не ставлю они пока у меня живут так и я не хочу им делать опоры высокие палки я хочу им делать опоры какие-нибудь дугообразные чтобы потом оплетать дальше идет вот такая стеночка на которой у меня в перемешку и цветы и книги здесь живет эсхинантус мраморный налинка сциндапсус расписной налина сциндапсус золотистый налина сциндапсус тоже наверное золотистый внизу у меня стоят филодендроны это филодендрон краснеющий вот это деточка у него только-только вылезала когда я профилодендроны снимала была маленькая только сейчас она уже очень подросла хорошо уже два полноценных листа развернула это филадендронатом здесь шифлера вот новый листик у нее у этого филадендрона я срезала макушечку потому что она плохо развивалась за счет того что он снизу растет детку вот она у него детка и уже третий лист вот разворачивается третий лист как раз коричневого цвета а вот здесь вот с краю я ему срезала вот эту макушку и поставил укореняться корней пока не видно но зато стали появляться вот здесь листочки разрываются вот тут две части будет еще две макушечки расти филадендрон медуза это тоже вот молодой побег от росточек и он прям очень даже веселенький тоже очень хорошо прям в рост пошел и вот еще один листик разворачивается этот серый филадендрон тоже я срезала ему вот здесь вот краешек у него вот этот росточек начал развиваться но очень как-то мелко и очень как-то туго и я его решила срезать за счет того что я срезал эту макушку корней тоже пока нету у него начала просыпаться и развиваться вот это вот . так что новую макушечку он скоро отрастет вот этот филадендрон зелененький он у меня был в маленьком керамическом горшочке ему там было же тесно он рос у меня в бок и я его решила пересадить пересадила в горшочек побольше поставила его более прямо привязала вот к палочке чтобы он вверх роз и вот он уже новый листик тоже разворачивает так на этой стороне шкаф с книжной полкой и стеллаж с малышней 10 романта спатифилум ну и от росточки от росточки от росточки всякие внизу там филдендрон 2 колотеи и 2 спатифилум чамышных спатифилум у меня совсем плохо растут ну вот друзья и все весь обзор что тут можно на 9 квадратных метрах показать я вот тут на декабре по кругу кружусь и камерой вожу во все стороны ну в принципе все есть для жизни шкаф есть диван есть телевизор есть кресло есть есть где посидеть есть где полежать есть что посмотреть есть где поработать и и все это в моих любимых цветах зелень вокруг меня и мне так радостно и уютно в этой атмосфере на этом друзья у меня все я желаю вам счастья здоровья тепла любви добра берегите себя и своих близких а с вами была я любовь садик цветов друзья до новых встреч на моем канале и и и и и Продолжение следует...